Мотор Начали Принципы эффективного обучения логически следуют из этого тезиса Первый принцип Микрообучение Нет у нас возможности учить сотрудников по 8-16 часов В полнодневном формате раз в неделю или раз в месяц Я думаю, это очевидно для всех Поэтому современные подходы к обучению гласит Мы учим сотрудников в микроформате По часу, по полтора, не больше двух часов Такой учебный блок максимально эффективен для того Чтобы потом в пост-тренинге Через разные инструменты, о которых я еще расскажу Мы смогли это умение превратить в системный навык Поэтому слона надо есть не просто по большим кускам А по микрокусочкам Только так мы создаем системное и планомерное движение к цели К цели повышения качества работы в навыках продаж В навыках переговоров, в навыках управления Системность Обучение должно происходить планово Опытным путем установлена даже периодичность Для тех, кому важны четкие цифры Не чаще, чем раз в неделю Должно происходить это занятие В формате микрообучения Если чаще сотрудников будет переполнять этот материал И трудно будет его интегрировать в практику И в то же время, не реже, чем один раз в две недели Если делать реже То у сотрудников будет утрачиваться темп движения к развитию навыка Они будут забывать о том, в каком процессе участвуют Поэтому эта периодичность – это золотая середина Которая уже внедрена теми, кто такие проекты проводит И, пожалуйста, эту системность помните Потому что она именно такая Обязательно вовлечение линейного руководителя В качестве ведущего, со-тренера и участника в процесс обучения Я считаю, что наиболее эффективен тот вариант Когда это микрообучение проводится самим линейным руководителем Не бизнес-тренером Не каким-то внешним подрядчиком А именно сам руководитель является наибольшим экспертом в том Как учить свой собственный персонал Таким образом, вы экономите на внешних подрядчиков И повышаете управляемость коллективом Это те вторичные, но приятные болосы, которые у вас есть Тем самым вы позволяете сотрудникам Адаптировать учебный процесс Под те вызовы, с которыми они сталкиваются Важно своевременно учитывать изменения в бизнесе И вы всегда можете скорректировать учебный процесс Под то, что происходит на практике Тем самым вы позволяете сохранять эффект новизны в обучении Потому что инструменты от каждого микроучебного блока к другому меняются Я буду рассказывать, как именно создавать эффект новизны С горизонтом планирования аж в год Вы узнаете, как это делать И учебный запрос сильно отличается от управленческого Топ-менеджмент, как правило, не видит учебных целей Для них любая цель только управленческая Например, топ-менеджер ставит цель повысить продажи Снизить текучку Улучшить конверсию Поднять маржинальность Это все управленческие цели Но в каждой из них зарыт элемент учебной цели И она сильно отличается от управленческой Мы будем учиться их вычленять из управленческих запросов Корпоративные же учебные центры Которые есть во многих компаниях И, возможно, в вашей компании тоже Нацелены, как правило, не на ювелирную настройку Под задачи вашего отдела А на то, чтобы в целом Обеспечить вашу компанию базовым понятийным аппаратом Что есть вообще? Продажи, управление Сейчас скажу чуть-чуть